Бисмиллахи рахмани рахим Пожалуйста, слышали вы про рейтинг 100 самых влиятельных людей в истории? Нет, не слышу Как думаете, кто его возглавляет? Не знаю Пророка Мухаммада знаю, а что рейтинг возглавляет, не знаю И не слышал про рейтинг И не интересуюсь этими рейтингами А как вы можете охарактеризовать этого человека? Никак не знаю Никак не могу охарактеризовать, потому что я другой вере И как я могу охарактеризовать человека с другой верой Он хороший, порядочный может, но я не знаю И не изучал про него ничего Который Али Который был пророком Ну да, слышали, конечно Как вы могли бы его охарактеризовать? Ой, ну, слышать слышали, но охарактеризовать не беремся Вы имеете в виду, естественно, не боксера, я имею в виду А я имею в виду более какую-то другую, да? Ну, подождите, вы имеете в виду пророка? Тогда мы говорим об этом Вот видите, теперь мы будем знать об этом А вы вообще что за ним знаете? Ну, наверное, в связи с тем, что они относятся Да, ну, естественно, только какие-то общие фразы Почему? Потому что религии разные, естественно Я имею в виду, поэтому акценты мы делаем все-таки больше на своей религии Пророк, что ли? Я, честно говоря, не могу комментировать Может быть, слышали пророка Мухаммад? Да, да А что вы о нем знаете? Да ничего не знаю А как-то охарактеризовать смогли бы ее? А зачем? Мухаммед... Ну, значит, имел свой, как бы, авторитет какой-то Человек служил своими делами Мухаммед Али Мухаммед и кто? Мухаммед посланник Аллаха В Коране написано, что он посланник Аллаха Он принес на планету свою веру Веру в Аллаха, как истинного Бога Ну, у меня другая вера Я христианин А, Мухаммед, да, все, все, все Я что-то про задумался А что вы о нем знаете? Честно, вот я ничего не знаю Великий мыслитель, философ А как вы могли бы его характеризовать? Если честно, не интересовалась его работами Так близко, чтобы как-то его охарактеризовать Пророк вроде А что Ваня называется? Плохо знаю Ничего практически Ну, конечно, это же пророк А что Ваня вы сейчас знаете? Ну, это что-то... Что это? Что-то наподобие Христа, да? Наверное, да Да, в исламской вере, мусульманской По мнению американского историка Майкла Харта Он поставил на первое место Среди ста великих людей в истории человечества Как вы думаете, почему? Наверное, потому что он говорил О терпимости, о гуманности О том же, о чем учит, наверное, любая вера Что ислам, что христианство Мухаммед, Али? А еще какие варианты? Знакомое что-то Не могу точно сказать Пророк Мухаммед? Да А что Ваня вы слышали? Точно не могу ответить, я не помню Я слышала это имя, но не отвечу, наверное, сейчас Мухаммед, пророк А что Ваня вы знаете? Я христианин, и я не хочу знать ни о исламе, ничего А вы что-то знаете? Нет, ничего не знаю Бог один Пророк Мухаммед? Знаю А что Ваня вы знаете? Ой, сейчас вспоминать трудно Пророк А что вы о нем знаете? Я сейчас не готов говорить Ну, кое еще знаю Что был такой человек По-моему, в восьмом веке жил Мухаммед? Мусульман сейчас с мусульманским связанным Да, пророк Мухаммед, наверное, что-то такое А что конкретно Ваня вы знаете? Ну, конкретно не знаю ничего Но я же другой веры, как бы Да, пророк Мухаммед А что Ваня? Исламская религия А вы знаете, что американский историк Поставил пророка Мухаммеда на первое место Среди ста великих людей в истории человечества Как вы думаете, почему? Ну, вообще, как бы Бог един И что американский историк его поставил на первое место Это нормально Как поставил Бога на первое место Мухаммед – это пророк мусульман Посланный Господом всех миров Он пришел с религии, которая основана на общечеловеческих ценностях Прошлого и будущего Она доступна для всех людей Известные люди о пророке Мухаммеде Махатма Ганди Я хотел бы знать лучшего из тех Кто сегодня имеет бесспорную власть над сердцами миллионов людей Я стал более чем уверен Что не меч завоевал исламу место в то время Это была непреклонная чистота Высшее самопожертвование пророка Пристальное выполнение своих обязанностей Его большая преданность своим друзьям и последователям Его отвага, его бесстрашие, его абсолютная вера в Бога и свою собственную миссию Наполеон Бонапарт Я надеюсь, что скоро настанет то время, когда я смогу объединить всех мудрых и образованных людей всего мира И установить единый режим, основанный на принципах Корана Которые единственные являются верными И только они могут вести людей к счастью Отто фон Бисмарк О, Мухаммад! Я опечален, что не был твоим современником Человечество только единожды увидело твою великую силу И больше никогда ее не сможет увидеть Я восхищаюсь тобой Джордж Бернард Шоу Если бы человеку, подобному Мухаммаду, суждено было единолично управлять нынешним миром Он преуспел бы в разрешении его проблем Что, в свою очередь, принесло бы этому миру покой и счастье Которых ему так не достает Я изучал его Человека удивительного и далекого от того, чтобы быть антихристом Напротив, его следует назвать спасителем человечества Если какая-нибудь религия и имеет шанс властвовать в Англии и Европе следующие сто лет То эта религия – ислам Лев Толстой Пророк Мухаммад является великим правителем Он сплотил общину в свете истины И этого достаточно для почета Он спас людей от пролития крови и достиг мира Он открыл им пути духовного возвышения Такой человек заслуживает всеобщего уважения Карл Маркс Рискуя своей жизнью, он начал призывать к единобожию идолопоклонников И начал засеивать поле вечной жизни Было бы несправедливо причислять его лишь к выдающимся людям человеческой истории Мы обязаны признать его пророчество и то, что он – небесный посланник на земле Иоганн Вольфганг Гёте Он не поэт, а пророк И донес до нас Мухаммад Коран – божественный закон А не книгу, написанную человеком для развлечения Или повышения общей образовательности Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok